А песня, которую я так и не спел перед Новым годом, но все-таки я сейчас хочу вспомнить, воскресить старое, это когда один раз в жизни, ну я так радуюсь, что не каждому, наверное, дано, я один раз в жизни был в шкуре Дедушки Мороза, причем, как я понимаю, в свежесодранной шкуре, кровь еще не успела загустеть, поэтому шуба-то и красная. Я тогда работал в газете «Вечерняя Казань», я жил в Казани, я жил долго, счастливо, можете поверить, я работал в газете «Вечерняя Казань», и однажды работая в газете «Вечерняя Казань», пришли люди из соседнего Казанского молодежного центра, они ходили к нам обедать, зашли ко мне в отдел, посмотрели на меня и сказали, ты толстый. Я сказал, открыли Америку ее. Они так еще посмотрели, как-то, знаете, нормально. Говорят, вот у нас будет две елки для детей сотрудников Казанского молодежного центра, нам нужен Дед Мороз, дешевый Дед Мороз, как я им помню, то есть бесплатный Дед Мороз, который в результате оказался бездаржным, я не скрываю этого. Почему-то я хитро сразу сказал, валенки должны быть с калошами. Я не знал еще, что, к чему, но я попросил калоши. Они скажут, это не вопрос. В назначенное время я пришел в Казанский молодежный центр, в фойе стояла елка, богато наряженная, детей было человек 12, родителей было раза в три больше, почему-то. Видно, пришли все, которые, как говорится, не подозревали о своем отсутствии, но тем не менее. И я-то думал, да, мне дали плисовый синий халат, мне дали бороду, усы, помадой намазали нос, шапка, кудри, валенки с калошами и посох, вымазанный синей гуашью, который доставлял следы на всем живом и неживом. После он был как карандаш в самоделке. И я думал, что я вышел, детишки, здравствуйте, дети там записывают от восторга, и праздник пойдет по течению совершенно непредсказуемого. Я вышел, сказал, здравствуйте, детишки. Здравствуйте, дети, побородцы, сказали, 12 обреченных на вечность детей. Я сказал, поздравляю вас с Новым годом. А-а-а, сказали, дети. А дальше я понял, что говорить не о чем. Но это ладно. Самое страшное, говорить не о чем. Я начал судорожно лапать по местам, где должны быть карманы у этой шубы, карманы не было, и риски лежат. И я начал глубокомысленно помахивать этим пусухом, гуашек летало в разные стороны, я говорил, дети, я пошел вокруг елки, когда восьмой раз я проходил, дети, вы еще здесь, типа, тут уже напряглись родители, как-то они поняли, что не по сценарию про елку. Потом я зашел за елку и решил не выходить. Мол, уйдут. Минут пять прошло, семь. Я выглянул, сидят. И пока я выходил из за елки, мне в голову пришла мысль, я вдруг стал говорить, здравствуйте, дети, они, как-то здоровые люди, родители. Я говорю, а как вы думаете, а почему у нас нет снегурочки? О-о-о, это вопрос вопроса был. Дети задумались, я говорю, вы знаете, она к нам шла, но волк серый, я ее в подъезде притиснул, начал лапать, мазать там все снегурочки. Сейчас, дети, пойдем, волку лавки оторвем, голову разобьем, хвост оторвем, нафиг. Возле таких, там ребенок, что ли, они? Закройте уши, это страшно. Я из-за этого и сказал, они уехали. Дети просто, они как-то так не поняли, как это... Вроде тоже сказочный персонаж, серенький волчишка, да? А тут такая кровавая баня, значит. Родители напряглись, и я довольный тем, что я отработал первую елку. Я сказал, а сейчас все вниз, внизу в углу. Я это точно знал, в углу за 3,50. Это стоило 3,50. О-о-о, ребенок-то не один. Там написано, дядя Леня, не рушьте сказку. Ну, я дальше. Значит, это вторая елка была через полчаса. Я вышел в спортзал, который с дверью соприкасался с этой, с этим фойей, где стояла елка. Я сел на лавку, и я честно вам говорю, не слово лживо, что я рассказываю, я уснул. Была очень сильная энергопотеря. Ну, просто так погрузился. Значит, я проснулся от удара, бегали вокруг воскеталисты, юные, качали, что Мороз пьяный. А я способом, представляете, такой чудил, сиди, крапивный. Я говорю, нет, дети, я, что Мороз очень устал, он только что из лапландии. Пешком вказать. И опять, значит, второе пробуждение было страшным. Такая женская шпилька, лодочка вошла в ребро, и даже плисовый жилет не спас. Методист Казанского молодежного центра стоял надо мной и злобно говорит, что ты спишь, дети охрипли, тебя выкликают. Я услышал, знаете, так краем букли, что-то, дедушка Мороз, и, видишь, там раз в десятый уже кричали, дети бедные. И я, значит, ну как же, детей нельзя обманывать. Это я писал, что домой. И я помахиваю этой палкой, значит, я выскочил. Потом мне рассказывали, что во сне борода сбилась на пол. Усы, правда, остались на месте, но помада расплылась. И представляете, такое вот акробобленно-бородато-усатое чудовище, что ее такое выскочило, и сказали, здравствуйте, да-да-да-да-да. И дети, вот человек в общем было, слава богу. То есть инурезы было всего всем случаем. Родители напрягились сразу. Родители, по-моему, остались те же, которые были до этого. Они знали, на кто это. И я, значит, уже сразу сказал, почему я снегурочка? Серый волк там ел, трах-бах-бах, мы сейчас серый волк, вот, и все, и ушел за елку, все, это заняло секунд 20, я стоял за елкой, думал, сразу бьют, сначала снимут реквизит, типа, дедушка, снимите колоши, потом валенки, а потом, а-а-а-а, потом заиграла, знаете, тогда были эти, Йоника, такая, органола Йоника, тогда были очень модные, и вот кто-то заиграл, и какая-то сволочь в микрофон сказала, а сейчас танец Дедушки Мороза, я думаю, ну, танец Дедушки Мороза, я же не Дедушка Мороза, у меня же страшное пугало, оказывается, я был Дедушка Мороза, меня вытащили за руки, я пошел танцевать, я танцевал с криками, мать ваша, не договаривались так, а-а-а-а, потом я решил пойти в присядку, я присел и упал сразу, я нашел образ, я выкинул два коленца, и это были оба свои, и я так сижу, а пыль, поскольку натоптали предыдущие, и пыль такая, знаете, в лучах прожекторов, там-та-там, а я сижу такой, и глаза детей, я не забуду их, не говорю, я говорю, дети, внизу за 3,50, углы, и дети с ревом, стоят, а-а-а, по лестнице, и черт меня дернул, вот я до сих пор запомню, я не могу бросить себе, я вслед им крикнул, я вам всего мне приснюсь, зачем я это сказал, я так и не понял, вот к вую присоединились родители, они уже стали оберегать телами детей, и одна женщина, она в рейергарде, так она отступала, так, знаете, змейкой уходила, так глядя на меня, она говорит, ох, как скучно-то, а я сижу такой, с посохом с этим, я говорю, да не скучно, женщина, это страшно, после этого я сложил варежки, снял варежки с калошки, шапку, отдал этим работникам Казанского младерного центра, и принужден был уехать из города Казань, всю пору проживаю в городе Москве, здесь еще ни разу Дедом Морозом не был, но песню написал. Все, вы понимаете, почему я уехал и стал с ним в свое время, и сколько детей писывается до сих пор, о-о-о, не продавайте меня все, в общем, дети, там дедушка с елки упал, его забрали в психушку, а теперь он выступает в книге, в двух аренах, так, и немедленно выпилил.